В то же время, он обязан, композитор, арию сделать так, чтобы от начала до конца вот эта вот длинная ария точно была в развитии этого образа. Ты меня понимаешь? Развитие образа на целую, на четыре действия или на какие-то там 10 минут или 8 минут. На сегодняшний день вообще-то не моя тема, честно признаться, хотя я очень люблю кино во всех его проявлениях, даже у плохих. Даже я чётко посмотрю и скажу, что этот фильм не надо смотреть после первого там куска и так далее, тема не та и всё-всё. Но я этого никогда не делаю, потому что если я прихожу в кино, то я сижу до конца. Да. И критические замечания, я когда читаю, я со многими теоретиками кино вообще-то и бывает и не согласен. Мне может понравиться не столько фильм, сколько работа, сюжет, актёры, мастерство, допустим, разбиение материала, допустим. Я вообще на это смотрю и я бы сделал там, допустим, вот этот вот момент уже прошёл, его надо было раньше показать. Вот и так далее. Это режиссура, это всё. Я в этом не понимаю ничего, но мне так кажется. У меня такой подход. Я ко всему начинаю подходить непрофессионально, а с претензией на профессиональность, ну на внутреннюю, без всяких. То есть я имею право. Раз я купил билет, я не жулик. Я смотрю материал этот для всего народа. Приходи, смотри. И тут, конечно, анализ творчества. Это от воспитания каждого человека зависит его анализ. Я слышал, знаю, там вот критики наши вообще писали глупости всякие в его адрес. А потом перечитывали, что там у них, в Париже пишут. И потом делали какие-то там экивоки, когда он уже великим стал. А что же мы после первого фильма, после второго, он последовательно шёл. И вообще в первом фильме он показал себя. А дальше он себя продолжал. То есть и всё, что в него осознанное или продуманное и прочее, это цепочка последовательных умозаключений в действительности, как он и закончил он. Хотя фильмов пять ещё. Ещё он поставил, но он уже сказал, что я на этом фильме ставлю точку. А сам ещё пять поставил. Если я приобретаю огромное количество, допустим, исполнителей, вот, ну, с опер, разных исполнителей, арий, то я знаю только то, что великий певец сделал в течение восьми минут развития этого образа. Если я имею оперные по четыре часа, по три часа, а то и больше, несколько пластинок, и на них трачу время, сижу, слушаю, то я не просто наслаждаюсь голосом того же Дель Монака, а я смотрю, как он весь образ от начала до конца делает. Это уже слушатель высшего полёта, высшей категории. Понимаешь? Так же точно и кино можно вот посмотреть, особенно если это классическая какая-то вещь, превращённая, ну, в телефильм. Или там это балет, или опера, или что. Там же совершенно иной подход. Вот почему. Люди наши не образованные, их надо ещё образовывать и образовывать, рассказывать и рассказывать. Что ты там сидишь, на что ты время тратишь? Четыре часа. А чё это мы обо вне? Давай о тебе говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!